Сегодня работники культуры всей страны отмечают свой профессиональный праздник. Они те, кто несут добро и радость, пробуждая в людях лучшие качества. Накануне праздника почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани» получила Марина Рузанова, завуч по учебно-воспитательной работе детской школы искусств поселка Ильского. Закончив музыкальное училище в Новороссийске и приехав в 1987 году по распределению в поселок, даже не думала, что обретет здесь дом. Помимо работы завуча в школе искусства, на еще и преподаватель по классу фортепиано и вокально-хоровых дисциплин. «Школа для меня – это родной дом. Все, что в этой школе происходит, все радостные события, конечно, я воспринимаю очень близко к сердцу. И для меня наши ученики – это мои дети. Я, ну, конечно, за свою большую трудовую деятельность, у меня много выпускников. Несколько человек работает уже в нашей школе преподавателями». В школе открываются новые отделения. Ученики постоянно принимают участие в различных фестивалях и конкурсах. На очередной из них в Дом культуры Станицы Северской привезла ребят из вокального ансамбля «Акварель». Много лет она руководит коллективом, который добился немалой известности за пределами района. Выступили в тандеме с ансамблем народных инструментов «Посиделки». Замечательно поет Марина Ивановна и сама. В школе даже образовался вокальный ансамбль преподавателей. «Мы вместе еще и поем, участвуем в концертных мероприятиях. То есть, ну, как бы вот творчество, ну, всячески мы стараемся поддерживать и в детях, и друг другом с коллегами». Любовь к искусству она называет едва ли не единственной в жизни, конечно, помимо семьи и близких людей. «У меня есть только одно увлечение – наша школа искусств. Это для меня самое большое. А какое может быть? Не может быть. У нас постоянное творчество, постоянное общение с детьми, которые вот просто дают нам, ну, такой стимул развиваться, стимул познавать что-то новое». Хотя кое-что она еще любит – путешествия. Объездила всю страну. Сейчас путешествует и с ребятами, параллельно участвуя в конкурсах по всей России. Санкт-Петербург, Москва, Волгоград, Ярославль, Калининград и Крым. В этом году уже успели побывать в Нижнем Новгороде. Отдельное направление работы вокального коллектива Марины Рузановой – участие в церковных богослужениях. Дети уже несколько лет поют в Ильском Свято-Никольском храме с благословения священника отца Кирилла. Несколько лет подряд акварель становится победителем районного этапа фестиваля духовной музыки «Господи Возвах», представляя муниципалитет на краевом фестивале церковных хоров. На сцене выступления артистов кажутся складными и ровными, но работа за кулисами не так проста. Требует многочасовых репетиций и вложения сил. Для того, чтобы вот так выйти на три минуты на сцену, ну это как минимум полгода работы и с вокальным коллективом, и отдельно, допустим, ну вот сейчас и оркестр народных, чтобы они еще и вместе, и друг друга не должны чувствовать, и все это, чтобы это получился действительно выступление коллектива. Это, ну, достаточно сложно. Но когда мы видим результат, у детей остается это, вот это остается в памяти, и оно потом их ведет по жизни. Вот желание участвовать в творчестве. Марина Рузанова считает, что именно профессия дает ей море положительных эмоций и стремлений, а работа с детьми – благословение и радость. Это настолько замечательная профессия, настолько замечательный, потому что, тем более, еще раз говорю, вот мы видим результат, видим результат, как вот мы их растим, они к нам приходят, там, не знаю, кто-то вообще с четырех лет приходит, четырех, пяти, шести. Но даже после окончания школы искусств бывшие выпускники с удовольствием приезжают в гости и даже принимают участие в концертах или юбилеях. В репертуаре есть несколько песен, которые сопровождают коллектив Марины Ивановны на протяжении 15 лет его существования. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok